Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Прокачку с нуля, и это мой путь со дна, день 11. Всем приятного просмотра. Навезли страховки. О, этот товарищ, который меня под трубой подстрелил, не разбирал, получается, у меня. Весь лут вернулся, только шлем он мне поцарапал. Убежище наварилось... О, у меня, смотри, безопасность уже третьего уровня готова. Бам. У меня еще варился обогрев третьего уровня. Бам. Все, обогрев и безопасность максимального уровня. Круто. В верстаке у меня готовые платы я заказал. Одну плату мне осталось по квесту сдать. Готово. И в санузле я заказывал себе два шланга для того, чтобы прокачать второго... Второго, по-моему, уровня. Водосборник. Потому что он требуется для улучшения санузла. Докупаю то, что необходимо для водосборника второго уровня и поставлю водосборник себе. Пошел процесс. 8 часов займет. И в верстаке закажу аккумуляторы. Мне нужно еще два аккумулятора и две свечи сдать по квесту. Блин, дорого выходит. Но ничего, деньги пока есть. Будем вкладывать в перспективное будущее. Светлое. Те аккумуляторы, которые я не сдам по квесту, их продам. Они пока еще кое-что стоят. Так что мутим. 2.45. Почти три часа. Ну, я думаю, пока буду носиться в рейдах. Как раз он сварится. Было бы здорово еще в рейдах найти пару свеч. Так, сигнал часть вторая. Передаю плату. И завершаю квест. Отлично. Скаут. Найти три выхода с завода. Понятно. Сигнал часть третья. О, он мне выдает эти глушилки. И на продажу теперь он мне их откроет. И так, три выдаст. Попробуем, сделаем. За счет механика я достиг 22 уровня. За счет выполнения квестов. Теперь надо немножко денег оборота сделать у прапорщика. И прапорщик откроется у меня третьего уровня. А это еще один квест у механика. Так что торгую с прапором. Во, ништяк. Смотри, у меня еще теперь бронежилет тут классный. Можно будет покупать пятого класса броник. Хорошие бронежилеты. И можно сдавать квест механику. Свой человек. Третий уровень отношения у прапора есть. Ого, даже в рейд не вышел, а уже несколько квестов закрыл. Офигенски. Короче, сегодня займусь квестами для егеря. Потому что здесь нужна и лояльность. Но торговать это не проблема. Уровень прокачки уже 22. Деньги не проблема. Нужно качать лояльность. А чтобы ее прокачать, надо делать квест для егеря. А квесты у егеря, если честно, капец тяжелые. Тарковский стрелок менее 20 метров. С болтовки. О, кстати, на берег у меня и от терапевта есть же квест. Ну точно, идем тогда на берег. Возьму с собой ВПО и пистолет. Глушилки можно у механика за двадцатку почти купить. А продать их можно на барахолке почти за 60 тысяч. Ну-ка, давай-ка я тогда эти продам. Колымем как можем. Продам эти на барахолке, а у механика подешевле куплю. Вот тебе и приварок. По полкилограмма каждая. Нифига себе. И беру три маяка у прапорщика по квесту от терапевта. Мне нужно еще три автомобиля скорой помощи пометить. На берегу там же. Попробую, короче, несколько квестов сразу закрыть. Если повезет, то сможем три. А если вообще круто повезет, то и четыре квеста закрыть. Для ближнего боя на всякий случай возьму беретту. У меня на нее глушители есть. По квесту выдали мне в награду. Черт его знает, может какой-нибудь ЧВК попадется. Мне еще троих ЧВК надо подстрелить. Блин, я сейчас, короче, за всеми зайцами погонюсь. И хрен что вообще выполню. Рискую, конечно, некоторыми предметами, но ничего. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. На берег ЧВК. Ух ты, даже в вечернее время. Слушай, шанс хороший на выполнение до квестов. Особенно с пометкой скорых помощи и установки глушилок. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Главное не тормозил, чтоб меня нигде никто. По-быстренькому пробежаться. Ну блин, надо будет почти всю локацию отбежать. Ой, какой отличный спаун. Он прям просто подарок от Таркова. Слушай, я прям перед домом заспаунился. Прям вообще круто. И тоннель рядом. Визит вежливости. Это дом администратора, или как он там называется? Не администратора. Дом рыбака здесь рядом. Вон где сеть. Рыбацкая висит. Готово. И дом священника где-то рядом должен быть. Я вот не помню точно. Я чуть не посмотрел. Он то ли в церкви, то ли на пригорке там есть еще одна хата. Сейчас запроверим. Вон справа на пригорке. По-моему, справа... Ну, сейчас глянем. Пока не слишком темно, пока культистов тут нет, маньяков этих с ножами. Все, зашибись. Задерживаться не буду. У меня спаун удачный, конечно, но черт его знает. Может, какой-то там наблюдает сейчас за мной в прицел. И думает, вот, сейчас ты, блин, остановишься, и я тебе покажу. Вот, это и есть дом. О, все, точно. Висит вежливость. Доступим к завершению. Все, пошли на тоннель. Там две скорые помощи. Нормально. Зря ты так, братишка. Спалился. Получается. Если сейчас на тоннеле никто меня не встретит, то будет вообще зашибись. Я сразу же две... два маячка использую. И уже не так обидно будет подыхать, если будут намечены две скорые. Плюс будет квест для егеря сделан. В первую очередь, это егеря квест главное сделали. Это здорово, что я именно здесь заспавнулся. Прям вообще. Вон она, первая скорая. Вроде никого. Есть кто тут заспавнился. Скорее всего, уже ушуршали. Че им тут делать-то особо нечего. Тут лутать нечего. Столько на полуостров побежать или в деревню, откуда я пришел. Есть. Первая скорая. Тут же вторая, вон она. На дороге. Поставил маяк, можно не париться насчет того, что его защищать, не защищать, не можете забить. Главное, просто защищать в каком плане. Можно этот маячок забрать другому ЧВК. Ну, здесь никого нет, тем более я в одного, так что метим спокойно вторую скорую и можем валить отсюда. Валить отсюда, валить отсюда в сторону лазурного. Надо туда чсать, я пойду через коттеджи. В коттеджах есть шанс встретить санитара, но я, пожалуй, рискну. Ну и плюс коттеджи это первое место, которое лутают. Там есть сейфы. Там есть чем поживиться. Возле коттеджи, особенно возле закрытого коттеджа, мне хочется еще один квест провести. Это не то, что квест проверить, а посмотреть. Вот, допустим, с маяками, которые я поставил на скорой помощи, эти маяки можно делать не обязательно в одном рейде. Ты можешь в одном рейде по одному маяку ставить и таким образом выполнить задание. А вот по поводу группы, там от терапевта есть квест. Разведать, что случилось с группами, посланными на коттеджи, на санаторий и на причал. Порт. Групп этих нет, но чтобы обнаружить, просто подходишь, там тела такие лежат. Сейчас все, короче, покажу. И мне интересен такой момент. Можно ли делать это в разных рейдах? Или обязательно нужно за один рейд все три точки разведать? И только после этого можно будет уйти на выход и сдавать квест. Если не ошибаюсь, то нужно в одном рейде все делать. Но проверить стоит. С каждым патчем какие-то новые добавляют. Интересности. В открытом коттедже кто-то есть. Кошелу, так туда не пойду. Не знаю, кто это. Боты или... ЧВК, но проверять не хочется. Это не третий автомобиль скорой помощи. Вот она, группа. Третий автомобиль находится на Лазурном. Прямо возле вертолета, где перебежка с восточного на западное крыло на втором этаже. Так что в ту сторону сейчас сдвину. Там же на первом этаже можно... А, нет, по-моему, возле вертолета тоже тупо лежат. Можно поглядеть. Проверить. Но тогда, чтобы выполнить весь квест, надо будет на Норвенский идти. Ладно, сейчас в западное, там посмотрим. Темнеет капец быстро. Туда-сюда уже. Закат. Вроде не лазил долго. Ну скажите, что никого нет. Я просто поставлю маяк на крыше. По-моему, тихо. Параллельно со скорами я же три маячка взял. Мне нужно маячки поставить, глушилки. И эти маячки ставятся... Ага, это где? Это как раз коттеджи, по-моему. Маячки, короче, ставятся один здесь на крыше. По сигналу часть вторая, по-моему, или первая. Я тоже обнаруживал, типа, эти антенны. Одна глушилка здесь ставится, вторая на Чупа-Чупсе, на метеостанции. Третья рядом с Чупа-Чупсом есть базовая станция. Радиовышкой ее еще называют. Л-Ш-З. А, подожди, он же, по-моему, тоже третий. Да, он третьего класса. Тогда мой шлем на родину. Фиг. А то я его не страховал. Что, зря выбрасывают. Да, вон они, трупы у хвоста вертолета. Ну, санитара не видно, не слышно. Рискну, наверное, я спрыгну. Надеюсь, ничего не сломаю. Звук добавился. Да, здорово. Ну, у меня перегруза нет, так что... С ногами все ок. Вазелин-то у меня один всего остался. Оба-на. За мной хвост. Опачки. Да серьезно, обе сломал еще кровотечение. Блин, там выше гораздо было, ничего не случилось. А тут... Метим скорую. Бам. Ой, блин, обе ноги кровотечение. Ё-моё. Ой, как в кему. Вон он, сука. А вот это... Да вот, ни в кему. Ох, мать, это не санитара случайно, свита? Пулик нет. Нет, но вряд ли. Блин, нога. Обманул, что пулек нет. Воденыш. Блин, надо уходить отсюда. Свалил. Только, блин, нога, правда, в черную. Вторую-то ногу не долечил ее по РСТ. Ну все, я тогда на Норвенске точно не пойду. Здесь тоже тело можно было бы осмотреть, добить этого бота. Но там еще кто-то топал на западном крыле. Сейчас начну возиться и застряну, и все, я не уйду потом отсюда. Френ с ним. Тогда главное... Все скорые я пометил. Надо еще две глушилки поставить, и можно на выход идти. Итого получится три квеста выполнить, если получится. Черт с ним, потом уже сходим. По квесту для терапевта отдельно. Мешину не взял с собой. Ладно, пойду на Чупа-Чупс. Вон он, видно его уже отсюда. И слева от Чупа-Чупса как раз это базовая станция. Вон тоже видно ее. На двух точках нужно глушилки поставить. Неприятно, конечно, бегать со сломанными ногами. Перемещаешься в час по чайной ложке. О! Вот и. Ну давай, ближе подойдем. Вряд ли он там один. Магазином не хватит, я думаю. Бляха, патроны. Тормози, тормози. Ауч. Блин, чуть башку не отстрелили. Ладно, ставлю маяк, лутаюсь. Блин, почти. Играет музыка. Без заметного. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну всё, моя миссия почти выполнена. Вон она, вышка сотовая, базовая станция. На неё ставлю ещё глушилку. И вся любовь. Там до выхода рукой падать. Быстро потихоньку выходим. Ну вот и всё. Так, давай глянем. Где они? А, вот они, автомобиль скорой помощи имеется. Там, по-моему, выход нужен. Да, выйти и выжить. Выжить и выйти. А здесь нет необходимости. Нашёл и всё. И можешь сдохнуть. Увидел дома и можешь сдохнуть. Нормальный класс. Короче, иду по приборам. Но тут недалеко. Пару сотен метров максимум. В упор до забора бетонного. Что слева от меня. И вдоль этого забора выход. Вон они, ворота вижу уже. Чисто по силуэтам. Я тоже ни черта внизу, ниже. В нижней части экрана не вижу. Но выход работает. Он здесь всегда работает. Ботов нет. Блин. Офигенский рейд. Вечерние рейды всегда довольно спокойные. Выполнять такие квесты один кайф. В таких рейдах. Пошёл спокойно. Без суеты. Туда-сюда. Сходил. Пометил. Там. И всё. Визит вежливости сдаём. А следующий квест откроется только на 28 левеле. Ё-моё. Тогда придётся. У-у-у-у. Жопа. Придётся на завод идти тогда. Убить трёх бойцов ЧВК с расстояния менее 25 метров. Из болтовки. Ай да квест. Терапевту сдаём квест с пометкой. Автомобили и скорой помощи. И врачебная тайна часть 2 открывается. Найти информацию о судьбе и исследовании террогрупп. В 306-м обере. А всё понятно. Западный ключ нужен от 306-го. С красный. Красный ключ нужен от санатория. Сигнал часть 3 тоже завершаем. Даёт сигнал часть 4 квест. Повысить навык памяти до 4 уровня. О, здорово. Ещё один квест сдал. Он у меня уже прокачан. Ключ от выхода с завода себе хочу купить. Потому что я буду ходить по заводу сейчас. И выход бесплатный. Там могут сидеть крысы. Да и вообще он мне пригодится. На таможне тоже квеста буду делать. Пойду на завод. По квесту скаут. Нужно открыть 3 выхода. Найти точнее 3 выхода с завода. Я попробую попутно 3-х ЧВК подстрелить. Мне по квесту выдали глушитель. Как раз разведаем что-то у нас по активности на заводе. О, я как раз напротив выхода бесплатного. Смотри. Смотри, смотри, как могу. Опа. Опа. Всё, есть. А там кто стреляет? Кто-то носится. ЧВК ли это? Да, это ЧВК. Опа. Наш клиент же был. Чё, кто подстрелил? Блин, отсюда кто-то шмалял. Или оттуда. Чё, подожди. Хе, сам такой. О, блин, этот патрон. Я один магазин зарядил. По подвалу кто-то обходит. Блин, не добил одного. Один из магазинов я зарядил, короче, этими рип-патронами. Чисто по мясу. Спокойно, спокойно. А второй магазин квейкмейкера. Они оба по мясу прям вообще офигенские. Ну там, если первый или второй уровень брони, то всё, патрон не рабочий. Ну чё же вы, пацаны. Блин, тоже без брони. Тоже без брони, смотри. Ну мой клиент же был. Ну хотя бы одного подстрелил. Уже неплохо, я думаю. Забираю тогда, чё у них тут по жидке. И иду на третий выход. Два выхода я уже открыл. Нашёл точнее. И третий совсем близко. Ну как близко? Не совсем, конечно. Но более-менее безопасный путь к нему. Если здесь проскочу... А я здесь проскочу. То всё нормально. Всё, норма, нет никого. И вот он, крайний. Третий выход. Тоже нужен ключ от выхода с завода, чтобы выйти на нём. Бам. Тут я и выйду, не буду больше воевать. Пойду сдам квест скау. И пойду дальше для егеря мутить. Ну неплохо, слушай. О, я первого тоже подстрелил. 1.19. Первый бировец, который был. Я думал, его кто-то из административки шмальнул. Скаут готов. Выжить выйти с локации надо было. А у пацана в Беркуте, смотри, было два набора. Он, походу, квест сделал с починкой. Хотел сделать с починкой. И заспаунился неудачно. Дерьмо случается. Пехотная мосинка с 514-мм стволом. Довольно эргономичная. Под Монте-Карло ещё ложим. Заряжаю 737 патрон. Сразу же полностью заряжаю. Посвежее бронеразгрузку нацеплю. Вообще по-хорошему для прокачки, навыка, владения снайперскими винтовками. Лучше заряжать самому по одному патрону. Но завод это не та локация. Это может заспауниться и уже через секунду начнётся экшон. Так что некогда там возиться с патронами. Страхуем и погнали. Будем пытаться выполнить квест егеря с убийством ЧВК с расстояния менее 25 метров. Ого! Завалили кого-то, по-моему. Бля, везде шуршат и справа, и слева, и снизу. Ай, ногу попробуем сломать. Мне же ещё с тремором надо жахнуть. Ну да, ну да. Когда надо хрен, чё сломаешь. Тихо, спокойно. Пошли в админку. Ох ты, мать! Да как успел ногу-то сломать? О, я с тремором, кстати, стой! Стой, говорю! Есть, подстрелил! И расстояние, по-моему, оптимус менее 25 метров. Нормально. Нормально. А у меня кто-то. Тот же кребется. И не один. Дикие. Бля, этих там трое, что ли? Это не дикие, по-моему. Есть! Поверил в себя, блин. Я волты не типа завалил. Это же было тоже под тремором. У меня же нога-то сломана была. Неожиданно, мать его, приятный сюрприз. Тогда я покупаю ещё одну пехотную мосинку. Не буду заморачиваться с ложем. Прицел и мушка уже есть. Сразу зарядим. Патрон нормальный, заряжу в магазин. Наушники, шлем. Бронеразгруз. Херовенький, но есть. Всё равно у меня там шансов немного. Либо убил, либо умер. И попить необходимо. Под таблетками у меня гидрация расходуется очень быстро. Возьму с собой ещё шину одну. Я забыл совсем. И взял, вылечился за деньги. И перелом вылечился у меня автоматом. Надо было оставить перелом ноги. Поторопился я, что-то поторопился на радостях. Страхую барахло. И погнали ещё раз на завод. Но если так и дальше будет вести, то это вообще шикарно. Даже не жалко ни разу, что сдох там. Пацанчик готовился к рейду. Волыну, блин, себе там собрал. Ген у него там был. Причём серьёзный такой генка. Оделся в хлам. Алтын с забралом. И получил от массиниста. О! Ништяк. Сломал наконец-то. Запарился, блин. Уже скакать, бегать, прыгать. Где ломать? Как ломать? Всё, нормас. Ага, услышал кто-то. Подходите. В той стороне. Дранки подлечить надо, а то там... Сломать-то сломал. Тихо, вроде. Ну всё, к бою готов. Заходи, пацаны. Мой клиент. Блин, дикий. Блин, дикий. Не буду, наверное, он... Хотя у меня в спину потом как выйдет. Ну, как назло, когда что-то случайно происходит, тогда всё получается. А когда намеренно конкретно идёшь в определённом направлении... Хрен, никого. По коридор... По коридор... Папку закладывали. Папку закладывали. Не зря. Так, о, свеча моя. Мне же свеча нужна. Целых две мне нужны свечи. Ещё один ежедневник. Не, всё-таки лужа Монте-Карло чёрная, которая... Поэргономичнее. Если Мосинка будет попадаться в руки, я лучше на Монте-Карло буду брать. Чем лучше эргономичность, тем проще оно в обращении. Уже не какое-то весло будет, а оружие нормальное. Это за мной? Нет, это внизу там, где цистерна. По коридорам пошли. Блин, это дикий. Блин, это дикий. Не нужны мне дикие. Сайга-9. Типа не слышно такой, крадётся. Ой, это чё за хрень? Чё, ВК? Ну ты давай или туда, или сюда. Ага, сюда, значит. Страшно тебя, сука. Он, походу, там газанул так, что уже за мышку схватился. Стрелять начал. Без разбора. Вот так вот. Вот так вот оно и случается. Я вроде пошёл дальше по своим делам. Блин, фигня это всё. Мне челоботы не нужны. Это всё хорошо, конечно. Боты, челоботы. Но я сюда за другим пришёл. Я сейчас просто теряю время. Если я сдохну, это будет бессмысленная вообще смерть. Сейчас тот угол завода проверю ещё разок. О, есть кто-то. О-о-о. Блин, сидит прям за углом, прикинь. Там ещё один. Ну чё, вы меня не выпустите, да? Нет, не выпустят. Да как ты живёшь? Надо мной, по-моему, кто. Так, это кто, челобот? Блин, прозевал я чуть-чуть. Мимо. Да тоже челобот. Увидел он меня, по-моему. Точно. Блин, патроны кончились. Всё, я пошёл. Нафиг эти боты, челоботы. К чёрту. Смысла нет никакого с ними подвозиться. Пошёл я домой. За патронами схожу и... Нормально всё будет нормально. Мы же общались, пацаны. При неприятнейшей, конечно, моменте, когда на выходе тебя сидят крысят. Никто там, оказывается, не побежал на бесплатный выход. Они там засели и сидели, ждали, пока челоботы будут выходить. Две крысы. Ну, ничего. Каждая смерть... Это опыт. Так, а это мой... Мой клиент. Чё это он там на комок? С пистолетиком вроде. Опа, пусть полежит. Зря я, наверное, за два... За две пушки схватился. Блин, дурак. Надо было либо с пистолетом уже идти, либо... Болтовку брать. Опа, а где это он стрелял? На респе, что ли? Не понял. Звук же явно отсюда прям шёл. Что за фигня? Хрень какая-то. Куда делся? Сквозь землю провалился. А, постой. Он, скорее всего, знаешь, что сделал? Он, скорее всего, тут точно открытый. На этом выходе вышел. Вот ты где стрелял. Починил панель, походу, и свалил. Магазин тут увываляется. И, возможно, дело раскрыто, доктор Ватсон. Вот он на бесплатном. Нет никого. Оставлю открытый на всякий случай. Блин, дофиг его знает. Чё? Где все-то? Взял и болт. О. О. А это, в случае, не тот же самый персонаж? Бляха, муха, дело не раскрыто. Вот теперь понятно, что он делает. Он, походу, делает этот, скаут. Чё? Или зачем он туда пошёл тогда на тот выход? Он все выходы пооткрывал и вышел, походу. Блин. Хе-хе. Ну, ладно. Ну, давай свечку посмотрим. Может, в картотеках есть. Стоит ли рисковать? Вон, 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 сука. Солуи. Пошёл ты в жопу. Можно её нафиг выпендриваться. Пойдём свечу вынесем. Хотя бы. Выпустите вы меня тут. Куда этот чёрт поливался? А, у меня же, подожди, у меня же ВПО там валяется. Блин. Ладно, заберу тогда ВПО и пойду на выход. О-хо-хо-хо-хо-хо. Подожди. Глухой вообще в хлам шлем. Где-то тут дикие шестели. Четвёртого класса шлем, но у него 80 единиц. Запасы прочности. На него ещё такое забрало. Это как у Киллы шлем. На него ещё такое железное забрало высокого класса вешается. Шестого, по-моему, класса это забрало. Сам шлем четвёртого. О! Здорово! Чём богатый? Ну, всё не с пустыми руками. Челоботы уже подъехали. Делать тут, очевидно, уже нечего. Чувака я точно не найду. Блин, вот зараза, ну нафига Чувака? Сделали бы, типа, челобота какого-нибудь. Тоже подстрелить. Я бы за челоботами побегал сейчас. Мне же не обязательно с мосеньки-то выполнять. Квест. Можно и это самое. С любой болтовки. А давай ноги сломаем. Где тут можно попробовать? О, во, вот на эту временку сейчас. Хоба. Хоба. Да ёпт. Ой, понятно. Хрен чё сломаешь. Надо ещё выше залазить. Некогда. Сейчас прибегут, любопытные челоботы. А шо это? Кто это там чё делает? Это чё залаз? Опа. Зато стрессоустойчивость, смотри, вкачалась до второго уровня. Хе-хе-хе. Давай. Нет худа без добра. Всё, я пошёл домой. Нафиг. Манал я. Мне ЧВК нужны. Нет никого. И свечку целую сейчас как вынесу. Как сдам по квесту. Нормально, нормально. Короче, тяжёлая артиллерия. Я себе кивер с забралом прикупил. Чтоб боты мне в лицо. Бляха, муха, ёпт. Мы не сдаёмся. Я ещё раз кивер купил. О. Ба. Здорово. Держи. Тарковский стрелок в честь третья доступен к выполнению. Круто. Блин, как он успевает попасть. Он выстрелил, ещё и попал в гурдак мне. Как вы это делаете? Чё за кибератлеты? Что за реакция? Выскочил и выстрелил уже. Ещё кто-то на шумок прискакал. Или это по подвалам? Нет, это не по подвалам. Тут... Тут спящий лежит. Он, походу, квест почтальон Печкин делает, да? Ага. Подорвался. Бля, промазал. Куда я попал? Это чё такое? Стой. Говнюк. Куда я попал? Это чё такое? Ай, он все патроны попал. Одну руку, вторую руку оторвал. В лицо попал. Это чё за нафиг? Я на турнире на каком-то, что ли? Как хорошо, что шлем кивер у меня забрал он. Блин. Вот это он заролял, конечно, сейчас. Короче, давай сюда. Масинку. 48-й левел. Ничего себе. Ну всё, мне больше нечего взять с него патроны. На масинку только если. Чем заряжен? 7,37. Хороший патрон. Но грудак он мне не пробил. Хотя не знаю, с него он стрелял или... Может, ЛПС был заряжен. Скинул ИПО тогда. А, мне... Кого? Выбит бронежилет и две руки чёрные. Пошёл я на выход. А, хотя, постой. У меня же ещё тут же письмо на это. Я же не сделал Тарковский. Я же тоже почтальон Печкин-то не сделал. Хожу-хожу на заводе и забыл вообще про эту фигню. Тут же спящий как раз рядом. Вот он. Письмецо. И вот и вон он лутал в аккурат. Всё, пошёл я домой. Руки лечить буду. В ту сторону не пойду. Чё-то там... С пистолета наяривает не хуже, чем с автоматом. Чик такой медленно. Хе-хе-хе-хе-хе. Всё, домой нафиг. С Мосинкой и трофейной выйду. Да, ребята здравые, конечно, попались. Капец повезло, что он мне забрал, выдержал выстрел. О, это ещё и Юсек был. Вот лыжник обрадуется. В общем, не совсем обязательно ходить с Мосинкой. Можно спокойно брать ВПО и с ВПО шмалять с хорошим патроном. Поменяю ствол, сделаю себе эргономичную Мосинку. Ствол не подойдёт из-за ложи. Ложи тогда в Монте-Карло возьмём. Вот такой аккуратный ствол будет. Офигеть, оказывается, целики на Мосинку бывают разные. Есть на короткий ствол 514-й. Хотя выглядят вообще один в один по характеристикам. И даже весят одинаково. Только визуально один длиннее, другой короче. Капец, я не знал. Чиним бронеразгруз. Валы на патроны есть. В магазин я хорошие патроны зарядил на первые перестрелки. Ой, блин, я руки опять вылечил. Надо было одну руку-то оставить. А, ну там перелома-то не было. Или был? По-моему, был там перелом. Тарковский стрелок, часть третья. Сдаём. С расстояния менее 25 метров из болтовки выполнено. Тарковский, четвёртая часть. Поднять уровень владения снайперскими винтовками до третьего. Блин, у меня второй. Жалко, жалко. Остаётся тогда в голову с переломом, с тремором. Но это не обязательно делать на заводе. Тут про дистанцию вообще ничего не сказано. Тут можно и в оптику пялиться, да? Ой, снайперский ещё половина целая. Тогда вешаю оптику. Намочу глушитель. Спрыгну откуда-нибудь, сломаю ноги. Одну шину возьму, чтобы одно вылечить. Как пожрать, попить с собой в рейд возьму. Будем параллельно метаболизм качать. Пару магазинов докуплю себе для береты. Вместо кивера надену шлем и наушники, чтобы далеко слышать. Намордник можно тоже напялить. Так примерно и пойдём на берег. Попробую сделать этот квест тогда на берегу. Может быть с большой дистанции. Спокойно кого-нибудь подстрелить можно будет. И всё. Там про дистанцию ничего не сказано. Про локацию. Попробую на берегу сделать. Будем надеяться, что всё будет ок. Здорово было бы вначале в самом кого-нибудь встретить. Бегунка. В общем, рейд, господа и дамы, я вам не покажу. Потому что там не случилось ничего выдающегося. Выполнить квест или рно мне так и не получилось. Рейд оказался крайне-крайне скудным на ЧВК. Выстрелов я не слышал практически на протяжении всего рейда. Везде, куда я не совался, везде, где я не наблюдал, были только дикие и вся любовь. Но дикие мне абсолютно не нужны были. И постоянно приходилось жрать таблетки. Потому что с сломанной ногой ходить по большой локации, прихрамывая, это тоже не вариант. А если ты постоянно жрёшь таблетки, то тебе постоянно нужно воду искать где-то. Единственное, на ГЭС несколько ЧВК проходили. Я вовремя ушёл там. Вот один был, я его залутал, отошёл подкинуться по патронам. И в этот момент пришли из Лазурного, скорее всего, несколько ЧВК. Видимо, они были заряжены, и раз в смелую пошли на выстрелы. Попробовал немножко срезать, и, может быть, подловить этих ЧВК, но ходить со сломанной ногой медленно, а бегать больно, постоянно приходится лечиться. Поэтому я решил идти на выход. На выходе встретил ещё одного бота. От Тремора руки трясутся, будь здоров. Даже несмотря на то, что у меня нога сломана. Но у меня в чёрную была и рука выбита. Так что делать всё-таки этот квест лучше всего... ...на маленькой локации какой-нибудь. И завод подходит как никакая другая локация лучше. Либо можно, конечно, ходить на большую локацию, но при этом нужно, чтобы была сломана не нога, а рука, допустим. Потому что напрягает постоянная жиротва таблеток и поиски питья. Крайне напрягает. Начинаешь бежать, даже если под таблетками и с гидрацией всё в порядке. Начинаешь бежать, у тебя начинает всё тело ломать. Приходится постоянно останавливаться, подлечиваться, опять жрать таблетку, опять пить. Это напрягает, если честно. Просто пошёл на выход. Настрелял семерых диких, а толку с этого никакого. Ни по какому квесту я вообще ни разу не продвинулся. Это была просто прогулка какая-то с пострелушками. Но зато навык владения снайперскими винтовками немножко прокачал. И апнул уровень. Нога стала сломана, решил идти на завод. Взял Мосина, трофейную бронеразгрузку четвёртого класса и киверс забрал. Третьего класса забрал, а третьего класса шлем. Мне этого достаточно, чтобы в лицо не подстрелили со слабого патрона. Вот я тормоз, езжу письмо. Раз его нет, я с собой его таскал всё это время. Вот я тип. Ну всё, уже, короче, пора спать. И на ЧВК скудно на серверах. И на ЧВК скудно на серверах. Опачки. И там опачки. Опачки? Где опачки? А тут опачки. Тихо, тихо. Опа. А это кто такой? Блин, похоже. Да нет, всё, я уже сломался. Слева ещё. Не зажимайте, пацаны, не зажимайте. Блин, зараза. Попади, пожалуйста. Спасибо. Минус две руки. Не, фигня. Делать тут нечего. Зря я это всё затеял. Уже половина пятого по Москве. Уже сервера, на которых я играю пустые. Как же заебало всё. И да, кстати. Я уже устал. Блин, бля, бля, бля. Понял? Не базарю. Пошёл я на выход. Манал я тут с дикими стреляться. Да ещё и смосинки. ЧВК уже выскочили. Хе, ну точно. А я хожу там, ищу кого-то. Ладно, зато письмо сейчас сдам. Всё-таки не надо будет возвращаться. Да чё, конечно, покалечили всего вас, Андрей. Пустые уже сервера. И сейчас вот самое идеальное просто время для выполнения квестов. Каких-нибудь с походами на Лазурный. Или с походами в таможню на Таркон. Или в общежития какие-нибудь. Вот сейчас прям самое идеальное время, если честно. Письмо передать терапевту. Терапевт. Смотри, могу... О, и здесь и там, что ли, два квеста выполню. Круто. И у терапевта лояльность, опыт. И салева она мне будет продавать теперь аптечки. И у прапора квест закроется. Точно. И тряхнуть кассира новый квест. Отлично. Цена в комнате 203 общежития. Получу доступ в 214. Ой-ой-ой. Ещё один повод сходить в общежитие. Трехэтажку на таможне. Забираю аккумуляторы. Всё это дело уже сварилось. Два аккумулятора сдаём, три продаём. И свеча. Жетон для квеста Друг Запада. Часть первая лыжнику. Хотя жетоны тут не самые сложные. Тут сложнее Юсеков подстрелить, чем жетон. Можно их даже не в рейде находить. И перед выходом стартану производство кейса для магазинов. Будет куда складывать магазины, чтобы они не валялись. Вскоро они у меня в рассыпную. И докупил спички, чтобы запустить производство красного пороха. Пару ифаков в медблоке запущу. Всё, господа. Я на этом буду заканчивать. Хотели боёвок, возни какой-то на заводе. Но я знаю, что всё равно напишут. А ты чё, у тебя там никого нет, фигня. Ну вот так вот. Вот в такое время я играю. Несмотря на то, что частично только получилось выполнить некоторые квесты для егеря. Для других торговцев в кучу целых квестов переделал. Это хорошо, значит прогресс не остановился. Значит прогресс имеется. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи до следующих выпусков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова